добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно в викторию 3 где мы играем за францию как у нас сейчас французская республика мы избавились от монархии в прошлый раз и соответственно получили республиканскую систему правления данные идут рим идет все окей как я и говорил в прошлый раз сезон этот у нас будет военным поэтому то что мы в прошлый раз закончили войну означает лишь одно что пора начинать новую но так как у нас пока что есть некоторые проблемы с бюджетом но эти цифры сейчас еще пересчитается со временем она сейчас улучшится потому что наши армии сейчас демобилизованы но все равно начинать прям большую супер мега войну мы сейчас не хотим так из того что у нас доступно изучить советский канал перешейк вернее да давайте изучим и пупу пупу пупом кола тебе нужен порт мог повысить автономию естественно мы никому не будем сменять решение мы не будем значит из малых скажем так войн которые мы можем сделать с одной стороны да мы хотим сейчас маленькую войну с другой стороны сейчас как раз самое время делать большие войны которые ну максимально нам доступны по хорошему нам сейчас нужно делать протектораты из крупно максимально крупных держав мы не можем делать из из великие державы протекторатами и крупные державы однако малые державы мы можем превращать протектораты протекторат и на данный момент у нас доступна южная америка мексика север африки причем север африки частично попадает под завоевание алжира а именно аран алжир и константина насколько я помню это константина от аитабаз и маскара нам нужно будет с ним их получить ли ну либо завоевать территории либо получить протекторат немножко в азии можем получить в африке но я думаю что начнем мы с мексики потому что мексика может достаточно быстро выйти из малой теперь из малой державы превратиться в крупную тогда мы уже не сможем так просто получить над ними протекторат я даже боюсь что по ходу войны они могут поднять свой престиж и начав войну за протекторат мы потом его в конце не сможем получить но будем надеяться что все удастся плюс у них сейчас небольшая армия и мы уже ну я надеюсь что не будем иметь проблем с их завоеванием поэтому первое что мы делаем объявляем войну за протекторат мексики их поддержит новая граната ничего страшного лос-альтос тоже ничего страшного если они поддержат мы попробуем потребуем еще их протекторат великобритания я как-то сомневаюсь они вообще по идее должны быть униженные да да поэтому они не могут присоединиться к войне против меня америка ну если америка подключится значит война будет покрупнее побольше но тоже ничего страшного чем раньше мы столкнемся в следующей войне с америка на самом деле тем лучше пока они не успели набрать силу окей а что нам еще нужно сделать проявить интересы безусловно мы хотим получить интересы в китае для того чтобы объявить войну япония также было бы неплохо японию мы сейчас уже не можем сразу сделать протекторатом потому что они являются крупной державой поэтому там все немножко сложнее малые державы маленькие есть в аравии в эфиопии нам достаточно будет захватить какую-нибудь одну маленькую державу да и мы уже получим постоянный интерес так что можно открывать персия была бы неплохо но персия опять-таки чуть чуть сильнее поэтому мы пока подождем вместо этого откроем индо кита индонезию здесь мы тоже можем легко получить постоянный интерес и поэтому начинаем вот так ок что еще но я хотел посмотреть и сделать соперничество кому мы можем объявить соперничество испании и нидерландом бразилии ну рано или поздно нам придется с ними воевать добровольно они же не бы не станут нашими миньонами нет они враждебные отношения поэтому да давайте провозглашаем соперничество что еще у нас перед тем как снимем паузу колонии все идут биг бен плюс 50 престижа плюс 1 процент товарооборота занятость 100 механиков плюс 20 урбанизации за уровень плюс одно использование инфраструктуры за уровень но не прямо сейчас окей ну наверное все сейчас мы ждем ответ мексики естественно не отказываются а пока мы пожалуй ничего даже добавлять не будем потом мы скорее всего добавим репарации может быть что-то еще но пока что нас и это устраивает то что есть пам-пам-пам армия мы можем отправить здесь на острова кто из кавалерии самые готовые хотя наверное все равно придется много их сюда отправлять здесь много территории где можно высадиться я часть территории для высадки с другой стороны но посмотрим Четыре. Пять. Десять. Семь. Восемь. Да, конечно, этот микро-менеджмент, это просто пипец. Это была десятая. Ой, девятая, десятая. И одиннадцатое. Вот. Да, конечно, очень не хватает быстрых кнопок. Тебе нужно будет восстановиться. Ты в пути в порт. То есть ты восстановишься. Семь. Восемь. Девять. Десять. Девять. О, мы на паузе были, я думал. Ну окей, ладно. Новая граната объявила эмбарго. Все, ты восстановился. Может двигаться вперед. Но пока они не присоединились к этой игре. Посмотрим. Время еще есть. Испания провозглашает соперничество Нидерланды. Окей. Так, мы перешли во вторую фазу. Америка провозглашает эмбарго. Ну вот, них оказывается много закупали. Так что это немножко неприятно. Строительство у нас продолжается. Так что ничего страшного. Финансы у нашей стали намного лучше. По мере демобилизации и изменения расхода ресурсов. Руан и реформ. В области Руан вышел первый выпуск партийной газеты, основанной участниками движения принятия закона «Избираемые чиновники». Помимо рекламных объявлений и политических карикатур, издание чуть менее чем полностью состоит из едкой критики политики правительства. Долго ли протянет партийная газета плюс 10 к поддержке движения «Избираемые чиновники»? 36.22. Либо вот как отобрать у них лицензию на печать. Минус 5 к поддержке, плюс 5 к радикализму. Да. Так, так, так. Железо пропало. Пока никто не присоединился. Новая граната... Хотя предсказывалось, что они поддержат Мексику, но так они пока и не решились. Окей. А, Китай хочет немножко нам железо продать. Католики обращаются к правительству с просьбой принять закон попечительства. Нет. Религиозные школы... А у нас какие? У нас государственные. Эээ... Нет. Минус 5 к легитимности. Ок. Карьерный рост. Сторонники вооруженных сил утверждают, что бригадный генерал Аршаба Дерлер за долгие годы безупречной службы заслужил повышение. Да, я не вижу проблем. Плюс 2 к одобрению. И он получает повышение. Опять доходы пошли вниз. Ух, успел, успел. Военные репарации. Это по большому счету все. Получить сразу какую-то область, завоевать. Да мне это особо и не нужно. Все, все объявили нейтралитет. Никто уже точно не сможет подключиться к этой войне. Нужно ли мне завоевать? Если я завоюю, то здесь можно золото получить. Приличное количество. Тогда мне придется здесь самому все колонизировать. А так они могут колонизировать, и потом я их просто аннексирую, уже забрав все эти территории сразу. Техас, вот единственное, что можно забрать. Достаточно богатый регион. Пока что тут с населением не очень. Зато он сейчас стоит копейки. Ну да. Это нам даст прямой фронт с Америкой. Что в принципе не так уж плохо. Тогда они в начале войны притящат все свои войска на этот фронт. Где мы их будем встречать в обороне. А параллельно просто проведем высадку. Окей. Что-нибудь еще мы хотим забрать сразу? Можно вот взять Юкатан и Чья Пас. Чтобы проще было опять-таки вот здесь. Но мы высадиться здесь сможем без проблем. Да, так они будут их пока развивать. Окей. Нет, все. Окей. Все, все прибыли. Здесь только две защитных армии. Французская республика полнится слухами о национальной нестабильности. И инвесторы-промышленники грозятся отозвать вложения с нескольких заводов в области Иль-де-Франц. Возможно промышленники смягчатся, если согласятся на повышение процентных ставок. Плюс 15% ставка по займам. Прогресс-переворот уменьшится на 10. Либо, если бы это и впрямь их заботило, они поддержали бы Французскую республику. Прогресс-переворот увеличится на 10. Минус 2 к одобрению промышленников. И мебельные фабрики на 11 месяцев получат минус 50% товарооборота и минус 50% максимальному финансовому резерву. Алексей, привет. Ну, видишь, повезло. В этот раз попал. Конечно, 15% к ставке по займам на 5 лет это очень плохо, но нам не надо, чтобы это переворот совершился, поэтому нужно его сбивать. Сейчас резко вырастут наши проценты. Мексика отступилась. Ну, то есть они стали протекторатом, но не платят нам репарации и не отдали нам Техас. Так, паузу. Мы не дня без войны. Мы же помним. Хотелось бы в Вике побольше и почаще. В любом случае, спасибо за очередный сезон. Буду ждать серии с нетерпением. Ну, как получается. Плюс тут готовят сейчас к выходу очередное обновление большое. Так, здесь у нас теперь постоянный интерес. Давайте откроем Средний Запад и Великие Равнины. Чтобы потом с Америки можно было требовать по максимуму. А с ними у нас перемирие до когда? Еще 14 месяцев. Окей, тогда мы успеем еще провести войну. Раз Мексика сдалась, не захотела с нами воевать, тогда мы берем следующую Боливию. Боливия имеет трех миньонов. Марионеток и Кича, Северное Перу и Южное Перу. Поэтому нам проще... Потом они могут объединиться в страну Перу-Боливия. Но для... Все равно, если мы получим протекторат над Боливией, то даже если они объединятся, они все равно останутся нашими миньонами. Мексика, кстати, улучшать отношения. Боливия. Сделать протекторатом. Подтвердить. Бразилия может их поддержать. Это, в принципе, неплохой для нас вариант. Мы тогда можем Боливию разделить на части и потом уже сделать их протекторатами. Миньоны их участвуют. Так, а я могу армию куда-то поближе отправить? Да нет, не особо. А вот флот можно переслать вот сюда. Опять-таки, сначала мы не будем добавлять никаких дополнительных целей. Дождемся, когда счетчик будет ближе к концу второй фазы. Чтобы посмотреть, кто еще присоединится и какие еще требования мы можем добавить. Ну и нужно, конечно, было добавить некоторые требования как основные. Хотя бы эти репарации, чтобы получать побольше денег. Зачем в отношении выкачиваешь с протекторатами с такой плохой славой? Они же никак марионетками не станут по дипле. Это изменили. Нет, почему? Можно прокачать. И они даже с плохой репутацией, по-моему, можно прокачать. Ну, посмотрим. Ну, а так больше для того, чтобы они поменьше возникали. У нас сейчас кто? прохладные отношения. Уровень дурной славы. Ну да, с таким уровнем дурной славы, наверное, не сможем мы по-хорошему их превратить в миньонов, но... О, в смысле понизить автономию. Ну, если мы хотя бы отношения сможем улучшить, будет уже неплохо. Посмотрим. Так, ускоряемся. Здесь у нас все идет постепенно. Отголоски революции. Поток радикально-либеральных идей расползается по миру. Теперь у него на пути французская республика. Посмотрим, что они могут сказать. Доминик Фрейсине примет идеологию радикализм и плюс 50 к популярности. Сейчас он демократ. Гарантия свободы, защита свободы слова. Всеобщее избирательное право, президентская республика. Ну, то есть он не сильно лучше демократа. Звучит угрожающе, все равно примет радикализм, но минус 50 к популярности. Ну, пускай будет первая опция. Давай, счастливо поработать. Я вам вчера поработал, у меня теперь подходники от работы. Так. с деньгами платежи по проценту сразу на 10 тысяч увеличились. Охренеть. Так, интересы объявились. Охренеть. Окей. Пу-пу-пу-пум. Так, надо дождаться, когда эта война начнется, тогда я смогу следующую игру начать сразу. Опять, чуть не пропустил момент. И уже никто не может присоединиться к этой игре. Ну да, игре дипломатической. Репарации. Добавить в основное. Так. Отмена рабства. Отмена рабства. Военные репарации. Где твой ВВП? Это я не вижу. А, вот. 500 тысяч, 600 тысяч, 500-2 тысячи. То есть, ваши репарации будут ни о чем. Так, тут есть Лима. Интересный регион. Вот его можно затребовать сразу. Тут есть золото. И, по-моему, к этому региону привязана компания, если я не ошибаюсь. Стримы на Ютьюбе ожили. сегодня, да. Сегодня пока я смотрю, что связь более-менее стабильна. Так, Лима. забрать. И добавить это к основным требованиям. Все, окей. Пам-пам-пам-пам. Бунт коренного населения в Японии. Вот то интересно. Толпы на улицах. Промышленники поддерживают уличные протесты в области Иль-де-Франц. Протестующие заявляют, что монархия зло, и группы, поддерживающие этот строй, должны уйти. Они стали авангардом справедливости. Минус 5 коллективности, минус 5% авторитета, плюс 20 политической силы промышленников. Мятежное болото человеческой низменности. Плюс 5% группы населения низший класс в Иль-де-Франц станут более радикальными. Плюс 20% политической силы промышленников. Вторая опция. Интересно, что мы можем вот здесь получить. Боливия отступается. Но так как мы сделали цели основными, то получили в этом случае больше. Единственное, что я не добавлял в основные, это отмену рабства. Ну, не хотят отменять рабство. Не надо. Это их сложности. Вы телепортируетесь во Францию. Ок. Так, здесь у меня, значит, теперь протекторат. Теперь можно тогда добавить сразу Чили и Аргентину. Опять-таки, пока они не превратились в крупные державы. еще здесь Эквадор есть. Который у нас достаточно сильное влияние уже. Вау. А, у нас нет влияния. Угу. 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 Сделать протекторатом Чили. Опять-таки, Бразилия может поддержать, но я в этом сомневаюсь. А если поддержит, ничего против иметь не буду. Поехали. Чили отклоняет требования. Ну, как бы, ничего удивительного нет. И Кича покинули. единый фронт. А, они сформировали Перу. то есть, те две страны покинули нашу нашу коалицию, а они теперь стали Перу. Но Перу все еще член нашей коалиции, да? Они же подчиняются Боливии, а значит входят в наш блок государств, по идее. Боливия, Перу, да, все верно. Но это мне ничего неинтересно. Ну, окей, ладно. Тогда продолжаем так, как есть. А это что у нас? Ново шотландское религиозное восстание. Нитроглицерин открыт, плюс 25% шанс обнаружения ресурсов и новые производственные методы. Так, а мы, кстати, армии теперь можем сюда перебросить. тем более, что тут даже фронт есть. Бразилия поддерживает Чили. Окей. Ты уже идешь сюда. Да. окей, вы тогда частично оставайтесь там, потому что нам теперь нужно будет еще и в Бразилию заходить. Окей, ждем остальных. Англия бы нас поддержала, если бы у нас не были враждебные отношения. оригинально. Давайте, 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 давайте. Добавить цель, выделение страны. Раз, два, три, четыре провинции. Раз, два, три. Раз, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три. Один, два. Экваториальная конфедерация. Паулистания. Паулистания. Все, я думаю, этого достаточно будет, чтобы никто из них не остался крупной державой. военные репарации. Мена рабства. Бразилия? Нет. Воевание. Да, нет. Унижение. Нет. Наоборот, если они будут после этого еще присоединяться к воинам против меня, я ничего против иметь не буду. Так, тебя мобилизовать отправить сюда, тебя мобилизовать отправить сюда. Мобилизовать отправить сюда. Я думаю, что нам можно снизить зарплаты военные. сейчас, так как мы воюем не с великими державами, то у нас не должно быть таких проблем с армией. Здесь восстание. Так, это восстание началось. Окей, там у меня есть армия, которая должна помочь. Здесь чили отступились. Значит, что я получил только их протекторат, я не получил ничего остального. У, и восстание сразу подавилось. Окей. А перемирие у нас теперь есть с вами? Нет? Нет, перемирия нет. протекторат из Аргентины. Так, давайте откроем Нигер. Конго. Армии мои вернулись на базу? Нет. Они не телепортировались, но возвращаются. Нет, давайте мы с Аргентиной повоюем. Так. Здесь они отказываются. все могут быть в этом развлечении. Окей. Греция стремится ухудшить отношения. У, Египет против Осман. Я могу поддержать Египет. Нет, стоп, мне нужно, чтобы вы мне передали Синай. Нет, тогда нафиг. Мне не интересно остальное. Афро-антильская массовая эмиграция. Аргентина отступается. Нет. Начинаем новые колонии. Так, Аргентина отступилась. Кто у нас остался-то? Пригласить наш блок Эквадор. Продекторат. Новая граната Венесуэла, Эквадор. Короче, север Южной Америки. еще Уругвай и Парагвай. У новой гранаты мне надо забрать регион для канала. Добавить завоевание Панама основное военные репарации. Мексика их поддерживает. Как? Мексика мой миньон. У них нету ни союза, ни взаимоотношений никаких. Фигня какая-то. Но мы зато можем заодно снизить мексиканскую автономию. И репарации. Окей. Англичане откололись. А вот это не вовремя. А за независимость. Но это вторичная цель. Они не могут по идее. По идее все равно они не могли это сделать до перехода во вторую фазу. Может я что-то неправильно понимаю. Окей, ладно. Не важно. А вот это вот хреново. Мы блин вот здесь слишком заняты. создан блок Большая Коалиция. Английское Восстание создало блок Большая Коалиция. Военный договор. Оборонительное сотрудничество. Великая держава. Нифига себе наши восставшие стали великой державой. Это звездец. основного нет. Я тоже обратил внимание, что основной цели войны нет. Я надеюсь тогда, что эти сольются. И я смогу армию сейчас туда отправить. Сколько там сейчас у них провинции осталось? Раз, два, три, четыре, пять. Детям сколько говоришь, не говоришь, все равно ходят. Так, пять, да я насчитал? Три, четыре, пять. и флоты. Блин, а у них тут приличный флот еще. Тренить вообще. Два, три, четыре, пять. И большой флот пройдется тоже сюда отправлять. Нидерланды участвуют в какой войне? В этой. Я надеюсь, мне хватит на передачу Ост-Индии. Кайф. Это очень интересно. То есть мы и Ост-Индию и Голландию, в смысле и Британскую и Ост-Индию получим и Нидерландскую. Окей. А помимо этого надо будет добавить сюда военные репарации с Нидерландской, с Нидерландов, не с Ост-Индии. Хотя с Ост-Индии тоже можно, но просто туда тоже флот придется тогда отправлять и завоевывать их столицу. Так, а здесь у нас нет общей границы, да? У нас тут Бельгия посередине стоит. Так, англичан кто-то поддержал? Нет. Война с Англией начнется, похоже, раньше, чем война с с новой гранатой. Регион Великой Колумбии. Окей. Так. А, кстати, завоевание области это у нас Гайяна. Нидерландская Гайяна. Техас за 1,9 дурной славы. Окей. Так, здесь никто не присоединился, но я других целей добавить не мог, так как это восстание, значит, тут все окей. Тут быстренько это оккупировать. Так, и здесь мобилизуем защитную армию, чтобы они не смогли к нам высадиться. Араукани обнаружено золото. Отделение Кичуа. Почему здесь нету кнопки сразу перейти к этому? Кичуа это где? Это вот здесь Лиманское отделение. Блин. Так, война началась. К1 морское вторжение. Плот 1 подтвердить. К2 морское вторжение. Ф2. К3 морское вторжение. А, голландцы в другой войне точно. Мидландс. Подтвердить. Ждем день. К0 морское вторжение. Подтвердить. К4 морское вторжение. Подтвердить. Сколько всего? А, переворот уже почти, почти дошел. То есть у нас сейчас еще, блин, монархия вернется. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Тык, 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 тык. Ну, уже высадились. Отлично. Отлично. А кто высадился? А где стоп? Эта армия еще идет. Вторая война началась. Так, туда я отправлял до К5, значит, К6. Ф6. К7. Ф7. К8. Ф8. Пождем день. Успешное морское вторжение. Два морских вторжения. Так, К9. Вернее, Ф9. К9 есть. К10. Ф10. Есть. К11. Ф11. Есть. Окей. К5 остался. К5. Вторжение в Голландию. Организовывай. Здесь оккупируем и тогда сможем остальных сюда тоже направить помощь. так, ты здесь закончишь, отсюда не уходи, потом пойдешь в Мексику или в Гранаду. Ок. Есть. Куда ты идешь? туда? Нет. Что здесь? Или вот на остров? Здесь у нас нет фронта. Неудачное морское вторжение в Ланкашир. Потому что мы уже туда и так захватили. окей. Давайте оккупируйте быстрее. В Мексико, блин, подтянуло войска тут. О, нет. Все, мы высадились. Такой круг ты сейчас будешь давать. Подожди, пока какой-нибудь получше фронт откроется. Ну. Переворот. События даже нету, только контекст. Да здравствует монархия, землевладельцы получат на 9 лет плюс 30% политической силы. Франция принимает закон олигархия в категории распределенной власти. Да здравствует монархия, плюс 30% политической силы землевладельцев на 9 лет. Луи Филипп Дорлян становится правителем Франции. Добавляет запись разрозненные монархисты и закрепить власть дома. Франция принимает закон олигархии в категории распределенной в распределении власти. Орлеонист промышленники. Орлеонист это по-моему как раз тот, которого мы изначально поддерживали. Ну. Окей. Давайте выберем вторую опцию. монархия с олигархией. Выборов же у нас нету, да? нету. Историчненько. Во Франции да, постоянно революция, контрреволюция, контрконтрреволюция. Революция за принятие закона гарантия свобод. Изучение Советского Перешейка завершено. Отлично. Гроза самая эффективная форма убеждения. Изучение Советского Перешейка завершено. Постройка канала, который свяжет Средиземное море с Красным задача вполне осуществимая. Теперь нужно приобрести землю у Египта. Либо мы ее можем купить, либо мы ее можем завоевать. Конечно же мы ее будем завоевывать. Восставшие капитулировали. Англия капитулировала. К0. Морское вторжение. Ф0. Так. Что у нас там? автономию нет. Так. Панама, Гранада, мексиканская автономия, Ост-Индия, Техас. Кто у нас там свободен? К1. К2. К3. Кто там был еще? К4. К5. Нет, К5 занят. Все, все остальные заняты. Окей. Успешное морское вторжение в Панаму. Замечательно. Не буду я вам повышать автономию, успокойтесь. Так, стройка между тем идет и Ингское восстание. Почему Орлеонисты? Да я не помню, когда первый стрим был, я что-то из трех выбрал. По большому счету просто вот кого на этот раз приглянулось, того и выбрал. Никакой особой причины для этого не было. Так, нам нужно железо. И золото у нас теперь доступно. Так, внутренний сначала. Внутреннего золота у нас нету. Железо дофига. чтобы там что-то было в этой очереди и оно строилось. Я не отвлекался. Успешное морское вторжение. Так, у них столица Мехико. Резкий контраст. Вооруженные силы и радикалы, которые изначально были против переворота, откололись от прежних соратников, заклеймив их приверженцами мертвой незаконной системы. Если Луи Филипп Д'Орлеан позволит, они готовы содействовать его новому правительству. Чем скорее мы восстановим порядок, тем лучше. Плюс два к одобрению вооруженных сил, и Аршамбо Д'ЛР примет идеологию умеренные взгляды вместо Беона Партиста. В нашем правительстве оппортунистам делать нечего. Он примет реформы и минус 25% и минус 2 к одобрению вооруженных сил. Да нет, первая опция. Аршамбо Д'ЛР обещает, что вооруженные силы в полной мере поддержат и делу умеренные взгляды. Это амбициозное заявление породило немало разногласий как внутри группы вооруженные силы, так и за ее пределами. Он лучше всех сохраняет приличия. Плюс 35 к популярности. Что толку в репутации, если ее нельзя тратить? Большую автономию. Нет. Нет. Так, а где моя защитная армия, которая здесь была? Она улетела отсюда. Так, так, так. Потихоньку продвигаемся. Здесь армия сейчас придет, поможет. Что там еще? Сохранение закона Национальная гвардия. Весело, Франция, как всегда. Судя по счетчику, там еще и гражданка может случиться. Да там все, что угодно может случиться. Успешное вторжение. Прошу прощения. Техас и Юкатан. Ок. Шанти. Никто не хочет мне ничего предлагать. Я бы взял протекторат бесплатный. Почему бы и нет? Так, продвигаемся. Армия легитимистов. Генерал Филипп Дебюсиер постоянно заявляет о своей поддержке легитимистов и использует свое положение в рядах вооруженных сил, чтобы распространять свои взгляды. Наши солдаты поют дифферампы, где делали легитимистов. Плюс 15 прогресс легитимистов. Легитимисты выиграют, если кто-то будет постоянно отстаивать их интересы. Прогресс легитимистов увеличивается на 0,5 каждый месяц. Его слова грозят переворотом. За такое нужно немедленно лишить поста. Плюс 5 процентов групп населения землевладельцев во Франции станут более радикальными. Филипп де Бюсьер больше не генерал и уменьшает прогресс легитимистов на 10. Первая пускай опция будет. Так, а ты вторгаешься. Да, мы уже почти вошли в Нидерланды. Отлично. Успешное морское вторжение в Голландию. Есть. Теперь можно вот эту армию отправить на этот фронт. Неудачное морское вторжение в Ахаку. Преследование издательской комиссии. Издательская комиссия, связанная с вооруженными силами, опубликовала пламенные памплеты, которые в итоге оказались в суде. Настоятельность на судебном разбирательстве. Минус 5 процентов прогресс гражданской войны вооруженные силы плюс 10 процентов привлекательной заинтересованной группы для групп населения. Аккуратно заткнуть этих издателей. Минус 10 процентов прогресс гражданской войны минус 10 политической силы вооруженных сил. Не трогайте их, они безвредны. Одно из трех. Прогресс гражданской войны плюс 5, либо плюс 10, либо минус 10 процентов привлекательность вооруженных почему пауза это нужно двигается почему пауза нарисована успешное морское вторжение в каука и закон перешел в рассмотрение каука это не вот здесь нет неудачное морское вторжение фрис ландию а потому что мы уже оккупировали так куда нам еще вторгнуться надо никуда легитимность низкая а это не должно иметь значение потому что есть движение за принятие закона какого хрена здесь происходит вы куда отправились ты защитная армия стой на месте пожалуйста не дергайся этот армия будет вторгаться сюда при поддержке нашего основного флота наследники великой армии приподнятый дух французских солдат в текущем конфликте вызывает в памяти воспоминания о победоносных войсках наполеона первого бонопартисты обретают все большую популярность на фронте поощрить солдат за отличную демонстрацию плюс 15 процентов к политической силе вооруженных сил увеличивает прогресс бонопартистов на 5 бонопартисты от этого только выиграют увеличивает прогресс бонопартистов на 15 дать вторую опцию и суррогатная пища отчаявшиеся жители в области прованс пытаются раздобыть хоть какую-то пищу по всему региону расходятся предупреждения о тяжелой брюквенной зиме заменители лучше чем простой желудок плюс два процента смертности в провансе любой ценой нарастить местное производство пищи минус 10 процентов гражданской войны минус 33 проходу доходу от налогов на сельское хозяйство в провансе и плюс 10 процентов товарооборот сельскохозяйственных сооружений плантаций в провансе либо мы ничего не можем сделать для области прованс прогресс гражданской войны плюс 10 минус 25 процентов товарооборот сельскохозяйственных сооружений плантаций в провансе но вторую опцию берем это даже не обсуждается неудачное морское вторжение в антиокио страшно капитуляция нидерландов так неудачное морское вторжение ничего страшного возвращайся на основную базу ты тоже и здесь мы объединили нашу территорию лично в этом основная суть и было этой войны ну вернее не войны а наших требований к этим голландии подавление инкского восстания окей я даже забыл про него так пока новая граната вышла из войны я хотел сказать пока большая армия здесь давит надо маленький армия отправить на морские вторжения охака ты двигайся на фронт к 8 8 10 10 акционерные компании открыты плюс одна максимальная компания минус 10 процентов урбанизации за неизвестно что и доступен новый мандат компании до компания будет потом посмотреть повнимательнее что у нас есть мандат 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 так нужен ли нам второй уровень минус 15 процентов утомление войной от потерь ну можно либо мы можем новый принцип добавить строительство всегда хорошо объединение рынка вассализация плюс 25 авторитета за субъект вот я думаю что нам вот это нужно и потом 25 процентов передачи дохода от субъектов позвольте сдавать указано указы в областях субъект меня меньше интересует а вот 350 авторитета которые мы только что получили нам могут пригодиться опиум перевозки табак так на грани группа интеллигенты которую возглавляет виктор гюго выражает поддержать революционные силы если мы не выполним их требования они не требуют больших уступок но если мы сейчас пойдем у них на поводу влияние этой группы станет огромным дайте им то что они хотят плюс 5 к одобрению 15 процентов политической силе заинтересованные группы вообще без проблем радикализм понимать поднимает голову франция кипит местные радикальные либералы подогревают революционные настроения такое могло случиться где угрод но плюс 20 процентов группы населения британии станут более радикальными они промышляют самом сердце нашего государства 20 процентов населения выль де франс станут более радикальными не давайте первую опцию так-так-так успешное морское вторжение так я всех отправил нет наверное всех таком случае всех кого хотел так тебя можно демобилизовать сэкономить немножко денег по поводу компаний лима 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 там по моему м пресс м пресса м пресса электрика с ассоциадос это на электричество плюс 5 процентов эффективность строительства области плюс 5 процентов инфраструктуры за 100 тысяч населения то есть хорошая компания но нам пока не актуально ну тогда пока из того что есть давайте наверно возьмем скорость роста колоний количество влияния работ народ товарооборот животноводческих и рамок уровень рождаемости к атаке армии вот атаку армии можно взять инструменты оружейные заводы и артиллерийские заводы да давайте возьмем так мексика они согласны на наш мир ну мне кажется прогресс на лицо так америка перемирие завершилась австрия перемирие 19 месяцев пруссия 19 месяцев россия 13 месяцев англия 29 месяцев 17 процентов шанс что америка согласится на выделение новой англии я не буду ставить галочку если вдруг прокатит шанс на 17 процентов меня это устроит не прокатил по пупом так тогда ты сюда боливия поддерживает америку а а а а а а а а Только одно место Для морского вторжения Но остальные могут Пойти по суше 10 Иди сюда Так ты Иди сюда Окей Единственный Кто может вмешаться Это Великобритания Которая по идее Не может вмешаться Так что можно сразу Дополнительные требования Выставлять Снизить автономию Боливийскую Французская Ост-Индская компания Поддерживает Североамериканские Соединенные Штаты Повысить Инско-французскую Автономию Освобождение Нью-Браунсвика Интересно Основное требование Это именно Ост-Индская Автономия Будет вам Автономия Будет Угу Потом догоним И еще Будет Автономия Так Нам нужен Нью-Йорк Политическое Лобби Создана Антисевероамериканская Лига И П... Пенсильвания Ну наверное Пенсильванию Не хватит Да Эти все В глубине территории То есть Нам не очень Интересны А передать Индийскую территорию Можно Ок неэффективное земледелие французская кения нужно последовать совету но это конечно были неожиданно было для меня так ты присоединись к 1 подтвердить